всем привет всем доброе утро у нас пол седьмого утра вот эту вот заразу я сбросила с этого огурца посмотрите где вторая зараза не ну что это за идиотизм здесь еще и другая пошла я бы сразу пинцетом уху брать ты посмотри какие заразы не ну конечно какие здесь огурцы вырос когда и днем и ночью жрут быстренько просмотрю что у меня собачки гуляют вот смотрите сволочь я как же они запарили никогда такого не было теперь еще нужно все эти большие огурцы осматривать кстати мне вчера никто так и не сказал чем полить огурчики чтобы они вот так не закручивались чего-то не хватает я помню то ли калия то ли кальциума чего чего-то не хватает о смотрите папу хороший огурчик уже сегодня можно его собрать собрать сорвать и это тоже уже почти готов все тело пошло жарочка соня зашла давай гулять от я быстро этих связи кофта убираю до жарко нет сонька тоже он еще гуляет ставлю опару на ржаной хлебушек максимально быстрый рецепт если он у меня получится дело первый раз если он у меня получится то вы увидите этот рецепт на моем кулинарном канале вот такая вот опара у меня получилось она достаточно густая закрываю шапочкой и оставляю при комнатной температуре подходить на 8-12 часов ночи буду смотреть в течение дня можно было конечно ее поставить на ночь в общем я не подумала решила поставить с утра у нас еще рано еще только 7 часов утра что-то сегодня рано встала обычно я только всем просыпаюсь все оставляю подходить меня просили же показать как я подкармливаю как я кормлю свою закваску вот я взяла закваску как я делаю вот 30 миллилитров воды если нальете там 35 миллилитров воды тоже не страшно вот меня получит у меня получилось 35 и значит мы так еще сутку вилку а нет я не буду убирать так и сброшу и 35 грамм муки и все тщательно перемешиваю затем оставляю при комнатной температуре немножко подойти но это наверное часа на полтора потом вам покажу и убираю в холодильник все резиночка которая у меня здесь на баночке я и сейчас опущу до того уровня у меня заканчивается закваска девочки мне пришлось сказали не снимать закваску пальцем перемешать хорошо перемешивать чтобы закваска не портилась то я думаю что у меня в этом проблема что меня с каким-то временем перестает нравится моя закваска снимаем другой вилочкой резиночку опустила до уровня где у меня заканчивается закваска закрываю крышечкой не закручиваю и оставляю часа на полтора-два подниматься ну вот девочки смотрите у меня нас сильно подошло два часа прошло я немножко засиделась с заказами сейчас дозаказывала все что нужно было заказать и у меня вот так вот опара не опара а закваска поднялась все я еще закрываю вот на крышечкой и убираю в холодильник до следующего раза я поработала девочки я поработала я сделала все ваши заказы все кто делал заказы все деньги пришли если деньги не пришли это вы мне прислали ваши скриншоты с оплаты я все заказала теперь будем ждать когда придет когда придут посылочки мне нужно в банк по-быстрому володя подписал все документы которые нужны были очень мне это нужно отвести в банк еще там у него паспорт его срок годный в общем у него в банке паспорт катука ну ксерокопия паспорта которого вышел срок годности мне попросили его принести паспорт выгод можете я буду могу я вообще я вообще все могу паспорт пожалуйста документы пожалуйста все что нужно все пожалуйста ладно поехали ну и в течение с вами встретимся я здесь по делам жду одного человека но пока жду сейчас прочитала один комментарий а ягод благодарна тому человеку кто придумал хендей но или сотовые телефоны знаете эту что подумала боже мой какая это находка помните как мы в детстве гуляли где хотели родители были целый день на работе никто вообще не знал где мы находимся что мы делаем что мы поели что мы попили почему у нас была самостоятельная жизнь родители сами по себе мой сами по себе мияна правильных же я помню то что родители не знают где мы вообще были мы даже ездили на комсомольское озеро на велосипедах мужчин будет джамбула и у нас было комсомольское озеро естественно нам родители и они знаем даже голова наверно прийти не могу что мы могли поехать на комсомольское озеро а что у нас в джамбуре летом жара полный ну лето есть ли то мы искупаемся и накупаемся, и намокнем, ну и высохнем. И никто даже не замечал, что мы где-то были. Загорали мы и на улице, у нас постоянно загар был. Мы же днём и ночью были на улице. А сейчас, а сейчас я постоянно Сабрине говорю, Сабрина, ты меня только, вот есть такая функция, где я могу наблюдать, где Сабрина, например, в данный момент находится. Ну, за старшими детьми я не наблюдаю. А так как Сабрина живёт непосредственно с нами, я ещё за неё, ну, я переживаю. Я за всех, конечно, переживаю, но мне все не дают такую функцию, чтобы я наблюдала, кто где находится. А вот Сабрина, я говорю, ты меня только, пожалуйста, не отключай от этой функции. Я говорю, я за тобой не слежу. Для меня главное видеть, где ты. И чтобы ты была, ну, чтобы я тебе в любой момент написала, и ты мне могла ответить. Вот, говорит, для меня что главное. А раньше как было? Я не знаю, бедные наши родители, они, наверное, переживали, но никак нас проверить не могли. Они же ещё целый день были на работе. Мы в школу уходили. Родителей уже дома не было, потому что все же ездили на автобусах. Это надо было... Нам к восьми надо было в школу. Я практически всегда училась в первую смену. И уходила в школу, родителей дома не было. Приходила домой, родителей дома не было. Что поел, то поел. Очень любила, знаете, чем обедать? Сейчас вам скажу. Белый хлеб, топлёное масло, и сверху наше клубничное варенье с такими вываренными клубничками, которые такие почти что полусухие. Это было так вкусно. Вот такой у меня обед был практически... Ну, очень часто, я не скажу, что всегда. Очень часто, конечно, дома была готовая еда приготовлена. Мама, конечно, всегда готовила. Но когда тебя не заставляют есть там борщ или какой-нибудь рисовый суп, а ты можешь сам поесть то, что твоей душе угодно, конечно, охота была съесть именно бутерброд, который тебе нравится, чем, например, рисовый суп. А у вас как было? Какое детство было у вас? Ну, те, наверное, кто жили в деревнях, вы, наверное, там, ну, может быть, мамой не часто работали. В основном были, может быть, дома на хозяйстве, скажем так. А мы, так как мы в городе жили, у нас всегда было... Ну, родителей дома не было, поэтому мы, в принципе, были предоставлены сами себе. Прошло 8 часов, ну, 7 с половиной. Смотрите, как у меня поднялась опара. Сейчас я вам хорошо покажу. Это будет ржаной хлеб, да, здесь нет никакой другой муки. Это такой рецепт, он состоит только из воды, закваски, соли и ржаной муки. Ржаная мука у меня тип 1150. Борщи никакой муку добавлять не буду. Так приятно пахнет. Смотрите. Поскольку раз она у меня поднялась? Ну, как минимум, наверное, в два раза. Правильно же? Тесто замешивать буду в термомиксе. Ну, потому что, что я не очень сильно хочу его вмешать руками. Хотя такое тесто практически не вымешиваются. Его там как-то перемешивают и отправляют в форму. И он уже в форме подходит. Это тесто не надо вытягивать, как вот я делаю, когда делал... Так, как я делаю, когда пеку белый хлеб. Смотрите, какая пористая. О-о-о, смотрите, какая красота. Смотрите, девочки, я сформировала такую булочку хлеба. Сверху посыпала овсяными хлопьями. Закрою сейчас шапочкой. И оставлю подходить на 2-3 часа. Ну, в общем, в зависимости, как оно у меня будет подходить. Выпекать, наверное, буду даже сегодня вечером. Но пробовать его нужно через 5-6-7 часов. В общем, такой ржаной хлеб, он должен хорошо настояться. Он должен выстояться. Выставиться, чтобы все свои вкусовые качества отдать нам. Так, это я сделала подробный рецепт. Но если он у меня хорошо поднимется... Ну, опара была хорошая, вы видели. Если он у меня хорошо получится, то я этот рецепт закачаю на кулинарный канал. Если нет, значит, я буду пробовать еще раз, чтобы потом для вас снять уже более удачный рецепт. Знаете, что я хотела сказать? Я хотела сказать тем, кто хочет сделать заказы непосредственно и скорее. Вот эту и ту неделю, наверное, будут сейчас все усиленно собирать, чтобы собрать одну посылку. Но я вам уже рассказывала. Я ее собираю 5-7 килограмм, чтобы пересылка обошлась как можно дешевле. Поэтому мне уже сказали, что я уже должна свои заказы потихонечку собирать. У меня уже есть несколько заказов. Даже есть несколько заказов, которые уже оплатили. Девочки, еще хочу сказать, что вот когда заказываешь... Делаешь заказы в Корею, там цена немножечко варьируется. Оно может плюс 1 евро быть больше или плюс 1 евро быть меньше. Если ваш заказ будет на каких-то пару евро меньше, я вам эти деньги, естественно, верну. Если этот заказ будет на пару евро дороже, то вам придется доплатить. В общем, я когда принимаю заказы на Корею, я всегда всех девочек предупреждаю. Все пока что более согласны. Но это зависит, я вам уже объясняла, не от меня или еще от кого-то. Это зависит от курса доллара. Как доллар там на бирже играет, он падает, цены падают, он взлетает, цены тоже залетают. Как-то так. Все. Это я вроде бы рассказала. Хлебушек показала. Я пришла собрать небольшой урожай. Смотрите, я здесь подвязала немножечко огурцы. Вот все такие вот отростки, побеги. Я все подвязала, чтобы ничего не ломалось, потому что сегодня у меня уже отломился один такой кустик. Так, вот этот огурчик я тоже... Который у меня пожрали, зараза. Так, ну и вот здесь вот пару огурчиков. Было бы тепло, мне написали там комментарий. Тань, но зависть это много. Зависи много. Да, она просто-напросто не развивается, потому что тепла-то нет. Тогорчик. Надо было чашечку взять. Так, этот, наверное, еще оставлю. Этот, наверное, где-то я еще с другой стороны видела. А, меня про инжир спросили. У меня, девочки, инжир. Я не знаю, он у меня как-то... Блин, не растет совершенно. Он у меня такой жесткий-жесткий, знаете. Вроде бы его у меня здесь и немного, но он у меня... Я не знаю, созреет, не созреет, без понятия. Ой, ох, вот еще какой огурчик. Говорю же, вроде бы еще где-то видела. Сейчас вот эти вот снимем, этот урожай огурцов. И других силы будут побольше. Кстати, по вашим комментариям, по вашим советам, я подкормила фитоспорином. Ну, не подкормила, а полечила фитоспорином. Два раза поливала, в промежутке через два дня, по-моему, полила. Ну, это еще маленькие огурчики. Эти пока еще не буду снимать. Ну, все, смотрите, у меня уже тоже урожай. Еще вон тот уже почти можно срывать. Ну, все. Значит, будет, значит, дело пойдет. Здесь вот огурчики. Но вот этот, между прочим, уже тоже готов. Правильно же? Правильно. Дадим силы другим. Я сегодня еще травяной настой сделала. Володя, да помните, косил, я же траву собирала. Я сегодня... Ой, что-то мне неудобно его оторвать. Я сегодня еще полью травяным настоем. У нас вчера такой был ливень. Прям очень сильный. У нас вчера вечером была такая гроза. Все сверкало, гремело. Отвечаю на комментарии. Мне пишут люди. Таня, мы тебя смотрим, а у нас здесь все сверкает и гремит. Я пишу в ответ. У нас точно такая же погода. У нас тоже все сверкает. Я вчера даже вечером, в какое-то время, когда вот эта гроза началась, я прямо на террасу здесь вышла. Так хорошо, шумно. Но когда тепло, и идет дождь. Ну, в общем, я немножко вчера понаслаждалась. Знаете, что я хотела у вас спросить? А чем вы таким занимаетесь? Интересным, разнообразным. Ну, чтобы это не была варка, готовка, огород, там, работа. Там, я не знаю, дети, собаки, хлеб, ну, что еще, косметика. Чем вы таким интересным занимаетесь? Чтобы вы написали мне такой комментарий. Смотреть скучно все одно и то же. Что у вас каждый день разное? Вы каждый день, нет, не каждый день. Вы один раз в неделю летаете куда-нибудь на Гавайские острова, отдыхаете где-нибудь на берегу океана. Ну, так, знаете, как съездил на выходные и отдохнул на берегу моря. Нет, мы себе такого позволить не можем. Мы еще не так много заработали, чтобы себе такое позволить. Вот как заработаем, чтобы можно было себе позволить. Вот тогда, наверное, вам будет точно интересно смотреть. Потом скажете, бегает с камерой и за наши деньги летает по островам и отдыхает, или морям и океанам. Правильно? Ой, девочки, делаешь что? Я ничего не делаю специально. Я вот правда, я ради видео специально не делаю ничего. Я показываю действительно то, чем я занимаюсь. Конечно, я вам не показываю, когда я там сижу по 3-4 часа работаю в рабочей комнате. Я уже объясняла. У меня шумно. Там машинка вышивальная очень громко работает. И это я не показываю, потому что, когда даже работает термомикс, некоторых это тоже раздражает, потому что, говорит, это шумно. А моя вышивальная машина работает, ну, раз, наверное, в 10 громче, чем термомикс. Или, когда я с собаками гуляю, я каждый день с ними гуляю, знаете, по сколько раз? По очень-очень много раз. Поэтому мне прям вот, ну, мне правда, может быть, может быть, кто не... Может быть, вы мне такую идею поддадите, подбросите, скажем так. Чем можно еще заниматься интересным, ну, для вашего развлечения, чтобы вас развлекать. Я уже говорила, я ничего такого особенного не делаю, чтобы... Если я готовлю есть... Нет, если я варю там какой-то рисовый суп... Кстати, у нас недавно был рисовый суп, знаете, какой вкусный? Все сухари мы не улетели. У меня сейчас реально нету сухариков. Все сухари улетели именно в рисовый суп. Все ели этот рисовый супчик с сухариками. Но не буду же я вам показывать, как я варю рисовый суп. Или там борщ. Борща, кстати, у меня уже давно не было. И когда я что-нибудь нахожу такое, какое-нибудь интересное блюдо... Вот у меня есть на примете одно очень интересное блюдо. Я его еще не готовила. Там, знаете, на такое, на корейский лад. Вот я обязательно его приготовлю и вам покажу. Потому что я прям сама его хочу. Я обычно делаю только то, что хочу... Вот то, что я хочу, то я и делаю. Я же не могу угадывать ваши желания или какие-то пожелания. Не, пожелания вы мне можете написать. Может быть, я вам что-нибудь сделаю, спеку или приготовлю, или расскажу. Что-нибудь интересное. Спрашивайте. Вы же ничего не спрашиваете. Только так на это... Ой, неинтересно. Ну, во-первых, если неинтересно, ну, я же никого не заставляю смотреть. Есть людям, которым интересно. У меня даже есть люди, с которыми мне очень интересно общаться через WhatsApp, с которыми я познакомилась именно у меня на канале. Мне вот интересно. Потому что у нас какие-то интересы совпадают. Обычно собирается та аудитория на канале, когда уровень жизни совпадает с блогером, какой-то образ жизни совпадает с блогером. А если вы привыкли смотреть какие-то люксус-каналы, у меня люкса никакого нет, мы обыкновенные люди, мы обыкновенные простые люди, которые зарабатывают своим трудом достаточно, ну, я бы сказала, небольшие деньги. Поэтому, может быть, у многих на моём канале намного больше достаток, например, чем у нас. Но я, например, в своей жизни ни грамма не стесняюсь. Я делаю то, что хочу я. Я считаю, что я живу достойно. Никого не обманываю. Никого не накалываю. Ну, в общем, как-то так. И иногда слово «как-то так» мне прям очень хочется сказать. Ладно, мои хорошие, я думаю, что я объяснила немножко. Просто если вас, если кого-то не устраивает мой уровень жизни, если вам неинтересно смотреть мой уровень жизни, на ютубе столько возможностей. Найдите себе такой канал, который вас не будет раздражать. Есть такие люди. Вот, например, если я, например, включаю какой-то канал, и мне там, например, раздражает, как человек говорит. Или когда человек, например, смеётся. Или какой образ ведёт этот человек. Но я же не смотрю его дальше просто-напросто. И всё. Никогда не пишу комментарии. Очень-очень редко пишу именно на те спокойные каналы, где нет никаких скандалов и всяких разных ораней, руганий. И где вообще все комментарии всегда только положительные, только там пишу комментарии. И то очень-очень редко, скажем так. Ещё знаете, что я заметила? Я заметила, что на кроиц фарта, на каком-то корабле путешествовать, я точно не смогу, потому что я не могу долго сидеть в моей качеле, потому что у меня начинает кружиться голова. Вот это я точно не смогу. Я иногда прям сажусь, особенно когда дети здесь, они, Павль, стараются меня раскачать. Я говорю, Павль, не надо меня раскачать, у меня голова начинает кружиться. Поэтому я даже, когда мне сижу, я стараюсь так, чтобы она остановилась, и потом я могу немножко в ней спокойно посидеть. А так у меня реально начинает кружиться голова. Не знаю. В общем, вот так вот сидеть и качаться я реально не могу. Ладно, мои хорошие. На этом я буду с вами прощаться. Всем пока-пока и до завтра, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok